Доброе утро, друзья! Это студия «Хорошего настроения» 4 сентября, понедельник на календаре. День просто замечательный. А на днях в нашей музыкальной стране проходил отбор на детское Евровидение. И вот узнаете, друзья, если вы еще пока не знали, что нашу страну в этом году на конкурсе будет представлять замечательная Хелена Мирай. Сегодня она у нас в гостях и вместе со своим удивительным педагогом Ольгой Дроздовой она пришла. Доброе утро! Доброе утро, девочки! Такие красивые, улыбчивые. Мы вот вообще даже не сомневались, что именно вы будете представлять нашу страну. Песня потрясающая. Кто не слышал, сегодня ожидает нас всех эта песня. Мы еще раз ее послушаем. Ну вот давайте сразу же, Хелена, о вас поговорим. Такое необычное имя, необычная фамилия для нашей страны. Я могу сказать, меня зовут Хелена Мирай, мне 14 лет, и я белорусска. Все, я обидела. Просто очень много вопросов на эту тему. Кто папа твой по национальности? Папа сирийц. Мама белорусская. Мама белорусская. А родилась ты в Белоруссии, поэтому наша настоящая белорусская. И все, давайте больше не будем задавать вопросы на эту тему. Главное, что вот такой талантливый ребенок, который все успевает и в школе хорошо учиться. Да, я отличница в школе. Отличница, понятно вам? Пока была отличница, сейчас начнем пропускать занятия, потому что конкурс, потому что слава. Знаешь, сколько у Хелены с влечами конкурсов этих? Неправда, девятый класс экзаменационный, надо учиться. Сколько конкурсов, вот это вопрос. Я вот не знаю, сколько конкурсов. Ну, на самом деле, я так притворяю, что не знаю. Ну, очень много, но вот такие самые значимые для тебя. Самое значимое, конечно же, голос детям. Молодые таленты Белоруссии. И детская нововолна. Ну, сейчас понятно, детское Евровидение, самый масштабный, самый крупный музыкальный конкурс. Ну, вот давай по порядку. Ты сказала «Голос дети», твой наставник был Дима Билан. Вот что ты почерпнула из участия в этом конкурсе телевизионном? Опять же, это всегда немножко разные вещи, если ты выступаешь где-то и просто конкурс, судят жюри, профессиональные люди. А тут такая ответственность на всю страну, на все страны, надо сказать. Транслируются и голосуют, и выбирают, и что-то советуют. Вот какие эмоции, что тебе запомнилось? Запомнилось вот это вот, не то что волнение, а какой-то адреналин, который ты получаешь за сценой. Вот получаешь такой космический заряд от наставника, который поддерживает всегда, подскажет что-то. Это было очень волнительно для нас всех. Я не забатливал, что говорил тебе. Так, не волнуйся, все будет хорошо, выдохни, выдохни, иди позже. Он же сказал, что ты похож на Бьонса. И мелизматики, и даже где-то внешне. Поэтому мне сделали такую космическую прическу. А это ее кумир. Я уже такая, о-о-о-о. Здорово, знает, на что нажать, на нужную кнопочку. У нас сейчас наставник сидит в студии. Оля, к тебе вопрос. Ну, во-первых, очень приятно видеть, еще раз говорю. И самое главное, что за последние годы большое количество наших ребят, которых видно и на российских телеканалах, и которые в финале Евровидения также уже отмечались, можешь их, кстати, назвать тоже, они твои воспитанники. Я лично знаю, что конкурс Евровидения очень жестокий. Особенно в формате нашей страны, где очень требования высокие. Это, может быть, еще даже жестче, чем там, за границей. Но ты, тем не менее, не отговариваешь, я так понимаю, детей участие принимать. То есть что ты им вообще говоришь, когда вы готовите к Евровидению? Там же и провалы могут быть, да? Конечно. Что я говорю? Конечно, отговариваю изначально, что вы подумайте, вам это надо или не надо. То есть это ребят в основном, это инициатива? И родители тоже, потому что, знаете, чаще всего хотят родители. Вот в данном случае очень хотел ребенок. А бывает такое, что хотят родители. И, конечно же, разговор серьезный. Вы подумайте, потому что это психологически очень сложно. И я хочу сказать, что кто бы у нас в стране не выиграл национальный отбор, всегда будет половина людей, которые будут одобрять этот выбор. И вторая половина, ну, вот как-то не очень одобряет. Меньшая. Меньшая половина. Потому что хотелось бы, конечно, чтобы их ребенок представил. И я их понимаю. И даст Бог эти дети, все талантливые дети, когда-нибудь прославят нашу страну на каких-то серьезных конкурсах. Поэтому отговариваю, конечно. И, честно говоря, это правда, вот то, что я скажу. Просто так вот собраться на Евровидение, поехать представлять страну, это невозможно. До этого нужно пройти, это мое мнение, какие-то серьезные конкурсы, проекты для того, чтобы был опыт собираться, не нервничать, выигрывать, проигрывать. То есть должны быть и шишки набитые где-то, чтобы проанализировать. То есть просто так встать в кровати и сказать, что я неплохо пою, давайте я поеду. Это неправильно, на мой взгляд. То есть нужно пацоли съесть сначала, а потом пробовать. Извините за выражение. То есть отговаривать Ольги Дроздовой получается плохо, а вот подготавливать получается хорошо. И, кстати, вот тебе Дима Билан сказал, что ты на Бьёнс похожа, а я тебе хочу сказать, что ты похожа на Ольгу Дроздову. Вау! Это круче, мне кажется. Спасибо. Я соглашусь. Спасибо. На самом деле, дорогого, стоит найти такого преподавателя, сколько вы уже вместе сотрудничаете? Третий год. Третий год. И сразу такие результаты, прям все, и голос, и новая волна, и все, и все отговаривает. Ольга отговаривает, никак не отговорит. Если девочка талантливая, и у нее были хорошие педагоги до меня, конечно, это... Ты со скольки лет ты занимаешься? С шести. С шести. Да, ну я не знаю, почему так случается. Я не знаю, когда вот мы встречаемся, у нас какие-то результаты более, может быть, чем были раньше. Не знаю. Звезды так совпадают. Говорят, у меня есть волшебная палочка. Ну вот я ее прячу под подушкой там где-то, и некоторых только достаю. Есть лопата. Она такая стоит недостойкая. Да, у нас есть лопата. У нас есть лопата, она висит в студии. Да. И всегда, ой, а что это, а что это? Ну такая вот лопата. Копать надо, копать, копать. Ищем талант. Копать, копать, работать, работать. Ищем суть. Правильно, молодцы. Вот давай о отборе на Евровидении. Чувствовалась конкуренция? Этот день не запомнится на всю жизнь, ну знаете. Не только потому, что я победила, а потому что, как бы, когда выходишь на эту сцену, думаешь, ну, обычная сцена, ну, большая, все нормально. Сейчас спою, отдам энергию, иду. А тут выходишь на сцену, а такая поддержка вот из зала, тебе аплодируют, подбадривают. И причем все участники, неважно, кто за кого болел, но все подбадривали друг друга, это на самом деле очень круто. И ты выходишь на эту сцену, и ты просто заряжаешься и хочешь отдать вот эту энергию в зал. Конечно, Оля всегда мне говорит плохо тот артист, который не волнуется, так что волнение было. Нет, много кто из ребят поздравил Хелену из вот конкурсантов. Много кто искренне подошел, поздравил и Хелену, и меня. Спасибо вам огромное, что вы, ну, искренне. Кто выступил с автором, с кем делилась мыслями для того, чтобы получился вот такой, ну, возможно, это шедевр даже. Автор этой песни Рита Дакота. Очень талантливая девушка. Наша дворусская. Напомним ее по фабрике звезд. Вот из того момента она мне очень сильно нравится, знаете, как личность в целом. Вы встречались здесь, в Минске. Мы встретились на битве талантов осенью 2016 года. Она была моим наставником. И сложилась идея поработать вместе. Хелена ее очаровала, правда. Она сказала, для Хелены с удовольствием я напишу песню, с удовольствием. Но вообще, ощущения от предстоящего финала, есть какие-то мысли, есть какой-то уже настрой, уверенность в каких-то тех ощущениях, которые у тебя появятся там? Слышала ли песни конкурентов уже, с которыми встретишься? Конкурентов лично знаю. Знаете? Всех? Да. Ну, не всех. Много. По крайней мере, Россию, Армению, Украину точно знаю. Ну, а песни тут же все-таки, не надо забывать, что и песня работает. Сильные песни у всех, да? Ну, моя атмосфера такая особенная, когда команда работает над тобой, стоит, так скажем, за твоей спиной, подбадривает тебя. Тут не можешь не ходить всегда заряженным на позитиве. Действительно потрясающе. Как можно все успевать и участвовать во всех конкурсах, везде практически занимать лидирующие позиции и еще и в школе быть лидером. И наверняка не все. Я слышала, что ты хочешь все-таки быть артисткой, связать свою жизнь с творчеством, с песней. Но я так понимаю, что кто-то бы, возможно, из твоей семьи хотел, чтобы ты по другим стопам пошла. Ну, папа изначально хотел, чтобы я с головой в учебу работать. Ну, и он говорил, а что эти песенки, типа «Хихоньки да хахоньки». Хотя сам все равно поддерживал мою инициативу. И буквально на днях после детского Евровидения он мне сказал, ты знаешь, ты не будешь поющим стоматологом. Ну, как это ты будешь? Он хотел, чтобы ты стоматологом был. Да, да. И он говорит, ну как это ты будешь вырывать человека зубы? Он такой, я! Он говорит, отлично отвлекающий манер. Мне кажется, будут люди в шоке. Я говорю, да, папа, ты прав. Хорошо, а есть у тебя возможность сейчас обратиться ко всем нашим телезрителям, детям, которые занимаются творчеством? Может, кто-то не занимается творчеством? Есть какая-то, вот ты песни своей, какую-то информацию уже доносишь, правильно? Да. То есть я самая, да? То есть ты говоришь, что ты можешь сказать детям и подросткам сейчас? Дорогие друзья, телезрители, я вам хочу пожелать огромной удачи и успехов во всем, что вы делаете. Так как если вы не поверите изначально в себя, то никто вас не поверит, так скажем. И у вас за плечами на самом деле должна быть огромная команда, которая будет вас всегда подбадривать, так как один человек в поле не воин. Пожалуйста, помните, что каждый из вас это отдельная вселенная, у которой есть мечты. И если сильно верить, то я вам обещаю, у вас все получится. Какая хорошая девочка! Да, и каждый из нас самый-самый. Ты замечательная, мы тоже в тебя влюблены уже, и мы не можем томить наших телезрителей, мы, наверное, прямо сейчас будем освобождать студию и услышим песню. Да, но прежде чем просто скажем, что 26 ноября состоится финал, 26 ноября мы все болеем, голосовать за нашу страну мы, понятно, не можем, но за свою соотечественницу уже кулачки держать будем, понятное дело. Я напомню, у нас в студии гостили Хелена Мирая и замечательный педагог Ольга Дроздова. Ну а мы освобождаем студию вот уже прямо сейчас и слушаем ту самую замечательную песню «Поем и танцуем». Я твое солнце, твое луна, твое вселенная. Я ливень в пустыне, я самая сильная. Я самая смелая мечта твоя. Я словно комета сиять в космосе где-то там, где хорошо мои мечта. Субтитры сделал DimaTorzok А я повзрослею, но не сегодня И не жалею, нет ни о чём я Музыка лечит, и я свободна Я ливень пустыннее Я самая сильная Самая смелая мечта твоя Я словно комета сиять В космосе где-то там Где хорошо мои мечта Я словно комета сиять Где это сиять В космосе где-то там Где хорошо мои мечта В космосе где-то там Где-то там Субтитры создавал DimaTorzok